Девы, доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер, и в данном видео хочу представить вам Тароскоп на октябрь 2018 года. По традиции карта вам покажут общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И также вы получите совет от карт, как наиболее продуктивно провести данный месяц. Работать я буду сегодня с колодой Тароснов Чиромарчети. Часто вы мне спрашиваете, с какими колодами я работаю. В основном это практики, либо начинающие, тарологи. Поэтому сразу даю ответ на ваш вопрос. Напоминаю, что расклад является общим. Он не может однозначно проиграться для многотысячной аудитории. Поэтому, пожалуйста, смотрите свои Тароскопы не только по знаку своего ассидента в натальной карте, но и по знаку своего зодиака. То есть, видео у вас будет больше резонировать и будет проигрываться. Так, карту выложим. Пала сама. Дополним. Соответственно, по тому знаку вам нужно смотреть данные прогнозы. Итак, давайте смотреть общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Видите, колода больше стандартной, но она не помещается даже мне в руку, поэтому тяжело тасовать карты. Но, тем не менее, колода очень яркая, очень красочная. Итак, мы сначала раскроем все карты, потом посмотрим, о чем же нам говорит та карта, которая выпала в течение расклада. Итак, общая атмосфера месяца. У вас здесь падает перевернутое колесо фортуны. Сама по себе ситуация, когда вы ощущаете, знаете, как бег по кругу. Когда, например, либо проблемы какие-то не решаются, либо не получается выйти из какой-то запутанной ситуации, либо преодолеть какие-то барьеры. Ну, чего бы это ни касалось, например, работы, финансов, либо личной жизни, либо в целом каких-то ваших планов. И именно поэтому, уже можно судить по этой карте, вот у вас идет ситуация стагнации, ситуация депрессии, отчаяния. Ну, то есть, это я могу даже сказать, знаете, вот такое вот депрессия. Это может быть апатия, либо когда вот вы пытаетесь что-то найти, но не получается, вы уже опускаете руки. Хотя делать этого не стоит. Ну, давайте посмотрим, как же это отыграется у вас во всех сферах жизни. Итак, в плане работы. В плане работы, на самом деле, смотрите, десятка пентаклей. Во-первых, это работа в крупной компании. Это раз. Во-вторых, работа стабильная, работа устойчивая, которая приносит вам стабильность. Я не говорю, что может быть колоссальные заработки, хотя по десятке пентаклей, это так. Но в плане работы здесь все ровно, благоприятно. У вас есть даже все перспективы для роста, либо для повышения зарплаты и вашего социального статуса. На текущий момент, если вы безработный, у вас есть все возможности пройти ряд собеседований и устроиться в крупную компанию. Если вы уже наемный работник, то здесь есть перспективы роста. Если у вас собственный бизнес, то это укрепление позиций, ваша стабилизация. Поэтому в плане работы здесь у вас все замечательно. Что же в плане финансов? В плане финансов у вас падают перевернутые влюбленные. Вот это вот ситуация, когда, например, денег не хватает. Не хватает их непосредственно на вторую половину, либо на те траты, которые вы себе планируете. Но как чаще всего, то знаете, ну жить от получки до получки. Не то чтобы финансовых нет, их просто не хватает. Потому что работа хоть и стабильна, но у вас и запросы могут быть завышены. Либо же в целом с запросами все в порядке, но зарплата на уровне рынка труда, она крайне низкая. Поэтому у вас идет ситуация разочарования в том, сделали вы правильный выбор. Либо же по этой карте, здесь еще перевернутые влюбленные. Это может быть неправильное инвестирование во что-либо. Давайте уточним, что у вас здесь. Так, перевернутый паж мечей. Сейчас еще одно для полонатой картины. Так, перевернутый король жезлов. Теперь давайте смотреть в совокупности. О чем говорят здесь карты? То есть с позиций финансов. Здесь из-за собственного эгоизма и перевернутый паж мечей. То, что вы, ну как, не то что недаленовидный человек, но умеете просчитывать. То есть можете совершить какую-то покупку, либо трату, которая либо не нужна вам на текущий момент, либо может вас угнать в какие-то долги. Ну, например, купили в кредит, не знаю, там телефон, который по факту не то чтобы вам не нужен, но, например, можно взять на текущий момент либо подешевле, либо подкопить. Но вот здесь вы создаете себе каких-то трудностей и проблем. Вот, как я говорю, по причине вашего эгоизма. Либо же, ну не знаю, потратиться на что-то, ну как, не на то, что, скажем, особенно если вы семейный человек, да, то, что не согласовано с остальными. То есть из-за этого могут быть какие-то конфликты и проволочки. Поэтому просчитайте, прощупайте все за и против, взвесьте, скажем так, переспите с мыслью по поводу покупки ваших трат. Подумайте, стоит ли вам вкладываться в это или нет, чтобы вы потом об этом не сожалели. Так, с позиции здоровья. С позиции здоровья у нас здесь падает перевернутый суд, сама по себе ситуация обострения хронических заболеваний. Ну, это не критично, потому что данный аркан, он указывает на то, что просто, скажем так, пошло ухудшение вашего состояния. В первую очередь здесь иммунка, упадок иммунитета. Ну, может, связано непосредственно с периодом, либо в целом то, что вы эмоционально истощены, но это не критично. Что же с позиции личной жизни? Так, тройка кубков. А вот здесь, знаете, как желание сорвать маски. Очень часто сама по себе карта, она может указывать как на ситуацию торжества и праздника, например, в семье, да, но также может указывать и на ситуацию любовного треугольника. Ну, это если вы являетесь семейным человеком, либо вы в паре, сейчас мы уточним. Если на текущий момент вы одиноки, то по тройке кубков здесь может быть либо знакомство с несвободным человеком, либо же в целом карта может указывать на ситуацию знакомства на какой-то вечеринке, либо в какой-то компании. Давайте посмотрим, что же здесь конкретно. Восьмерка кубков. Вот. Желание уйти от двусмысленности, прояснить, просто оставить с точки на «и». То есть, если у вас будут сомнения какие-то касаемые верности партнера, здесь будет желание прояснить ситуацию, дабы не возвращаться больше к этому вопросу. Вот так. А на текущий момент, если вы одиноки, то по этой карте это, знаете, как уйти от ненужных связей. То есть, знакомства там может и будут, но вы понимаете, что все как бы есть, да все не то. Ну вот, не можете подобрать своего человека. Люди, которые вам попадаются, ну скажем так, не тянут по вашим критериям. Ну и с позиции совета. С позиции совета карта император, карта стабильности. Как говорит Аркан, несмотря ни на что, что бы у вас не происходило, сохраняйте стабильность. То есть, верьте в себя, верьте в свое положение вещей. Единственное, что по этой карте, не будьте диктатором. Все-таки советую здесь, хотя это карта и диктатуры, но тем не менее. Потому что для вас, особенно говорю, с позиции финансов, это может быть не совсем правильно аукнуться. Но карта император, это карта контроля. Контроля во всех сферах жизни. То, что вы пытаетесь контролировать. Контролируйте, но, пожалуйста, не перегибайте. Если же смотреть на ваш месяц в целом, у вас здесь есть старшие Арканы, да, то есть как бы половина. Не могу сказать, что месяц ключевой, но значимый. Принесет какие-то новшества в вашу жизнь. Но здесь не будет кардинальных перемен, либо каких-то кардинальных перипетий. Поэтому месяц я считаю, что у вас продуктивен, плодотворен, но, скажем так, проходящий, без кардинальных изменений. Пусть у вас в раскладе сбудется все только самое лучшее. Я вам искренне этого желаю. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии в комментариях, как у вас проигрался, либо не проигрался расклад. Для меня это очень значимо. В первую очередь для моих профнавыков. Ну, а я искренне вас благодарю за обратную связь и за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok